ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему эта категория участников дорожного движения в зоне риска? Мототранспорт под присмотром. Для чего инспекторы следят за двухколесными байками? Об этом и не только расскажет регион 19. Очередь. Очередь. Опять очередь. Получить госуслуги можно, не теряя время в очередях. Воспользуйтесь сайтом госуслуги.ру для регистрации автомобиля, получения водительских прав или оформления необходимых справок и лицензий. Выйди из очереди. Зайди на сайт госуслуги.ру. Начнем с ДТП. На одной из центральных улиц столицы Хакаси не разъехались Митсубиши и Лада. Перекресток улиц Тараса Шевченко и Ленина. Митсубиши хочет повернуть автомобиль такси, проехать прямо. По заверениям обоих участников дорожно-транспортного происшествия, они ехали на разрешающий сигнал светофора, то есть зеленый. Мы с Ленина поворачивали, ну на рынок решили заехать, на Шевченко. Ну на зеленый, как полагается. И здесь уже красный загорел, вдруг откуда ни возьмись, он несется со всей дури. Бабах, все же закружило. Вообще ужас. Вы видите, какая скорость у него была, что он улетел аж. Если бы он просто потихоньку домой, бы просто раз и все. Ну вы говорите, вас прямо крутило? Нас закружило, вот так вот раскружило. У нас инструменты в сумке были, багажники, я их вот тут вот собирала, под деревом. Все улетело, вот, взбитое стекло. Вообще, когда сотрудник ГАИ, они пошли им туда, он сказал, я на желтый ехал. А теперь уже говорят, что он мне говорит, я на зеленый уже ехал. А говорите на желтый свет? На зеленый. Да, уже на зеленый ехал. Еще на зеленый. Еще на зеленый? А вы сначала же сказали, что на желтый. Кому вам сказали? Нет, получается, тем, кто вот раскрутил. Зеленый закончится, желтый марган. Желтый марган. Я обязан бы закончить на него. Надо поправить. А с какой скоростью ехали? Не знаю. Я завершал на ногу. Потому что вас сильно закрутило-то. Нас? Это его сильно закрутило? Нет, ну вы-то вылетели, получается. Если бы ехали... Так вы видите, какая дорога? Ну, если бы с меньшей скоростью не вылетели бы, наверное. Так если бы он бы уступил мне дорогу по правилам, ничего бы не случилось. Как показывает практика, для обоих водителей одновременно не может гореть зеленый сигнал светофора. Поэтому кто прав, а кто виноват, будет разбираться суд. Стоит отметить, что к водителям такси в нашей республике очень пристальное внимание. Группой технического надзора госавтоинспекции на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений водителями, которые перевозят пассажиров. Основные нарушения, которые позволяют себе таксисты, это маневрирование, проезд на запрещающий сигнал светофора и работа без лицензии. Продолжение следует... Теперь поговорим о других участниках дорожного движения, о велосипедистах, которые находятся в зоне риска. А все потому, что не хотят соблюдать правила. Правила дорожного движения. Каждый год с наступлением теплых дней на дорогах появляются эти участники дорожного движения. И, к сожалению, сразу же попадают в сводки происшествий. С начала этого года в республике Хакасия участниками дорожно-транспортных происшествий стали 30 велосипедистов. 14 человек получили травмы различной степени тяжести, 9 из которых дети. Двое велосипедистов погибли. Основная причина ДТП с велосипедистами – это пересечение проезжей части вопреки правилам. Помимо того, что некоторые водители велосипедов проезжают проезжую часть там, где им вздумается, так и те, кто пользуются пешеходным переходом, также делают это небезопасным. Чтобы пересечь проезжую часть, велосипедист должен обязательно спешиться и перейти дорогу пешком, ведя велосипед рядом. Резко выехавшего на дорогу велосипедиста водитель может просто не заметить и не успеть среагировать, в результате чего произойдет ДТП. Уважаемые водители велосипедов, подумайте о собственной безопасности. Делайте все по правилам для того, чтобы не попасть в статистику ГИБДД. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое такси. Ну, времена тогда тихие, или скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Не задумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка. Следующая категория участников дорожного движения также предпочитает двухколесный транспорт, только уже с моторчиком. Речь идет о водителях мототехники, которые почему-то также не желают соблюдать правила. Правила дорожного движения. Водителей мотоциклов и мопедов можно встретить где угодно. Причем, как бы того не хотели сами мопедисты, но и им правила писаны. И нарушать их категорически нельзя. А вот для того, чтобы пресечь такие нарушения, и работают инспекторы ГИБДД, которые с завидной регулярностью проводят рейдовые мероприятия. С начала этого года на территории Хакасии зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие с участием мототехники. В этих ДТП 41 человек получил травмы различной степени тяжести, и двое погибли. Напомним, чтобы управлять любым мототранспортом, необходимо сначала получить водительское удостоверение. Водитель мототранспорта должен передвигаться только в мотошлеме, использовать средства защиты, соблюдать требования о движении с ближним светом фар, которые распространяются на все транспортные средства. Водители любых транспортных средств обязаны соблюдать установленный скоростной режим, контролировать дистанцию и боковой интервал, а в темное время суток иметь на одежде световозвращающие элементы. Водительское удостоверение предоставлено? Я еще учусь, потому что до сады здесь. А почему вы тогда ездите? Потому что я на нем учусь. Это не учебный момент? Я знаю. Вы сейчас не с инструктором? Нет. Ну вот. Какая учебная пить? Ну вот, потому что я водитель с чем-то нечем купил. Вы на полегоне? Помимо этого водителю мототранспорта запрещается движение по автомобильным магистралям, по какой-либо другой полосе проезжей части дороги, кроме правой, поворачивать налево, либо разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы движения в каждом направлении. Важно знать, что любой мототранспорт кардинально отличается от автомобиля, как по управляемости, так и по поведению на дороге. Различается как мощность и динамика разгона, так и максимальная скорость. Госавтоинспекция Хакасии предупреждает, что весь летний период будет принимать меры по предупреждению аварийности при управлении мопедами, мокиками и мотоциклами. Ежедневно нарядом ДПС ставится задача по пресечению правонарушений водителями данных транспортных средств. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанции. Не устанем мы говорить о следующей категории участников дорожного движения, о пьяных водителях. К сожалению, такие встречаются очень и очень часто. Многие БДД не дремлет и постоянно их выслеживает и наказывает. Курортный сезон в самом разгаре, а это значит, что на самые излюбленные озера Шира и Белё паломничество отдыхающих не прекращается. Причем все едут туда отдыхать на личном транспорте и позволяют себе в расслабленном состоянии гонять по курортным улышкам. Но так дело не пойдет. Именно для того, чтобы не допустить такого беспредела в курортные районы Хакасии, постоянно выезжает усиление в виде инспекторов управления ГИБДД по Хакасии. Каждую пятницу дополнительные наряды автополицейских отправляются на борьбу с нехорошими водителями, которые почему-то не считают плохим поступком сесть пьяным за руль. Прибор готов. Делайте продолжительный выдох. Еще, 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 еще. Платя. Видите, в горе есть. Недостаточное количество. До 0,16 допустимо, нам развали 6. Инспектором ДПС встречаются как водители под шофе, так и в другом опьянении. Особенно часто неадекватные водители любят поездить как раз в курортных поселках. Почему-то они считают, что на отдыхе правила дорожного движения не работают. А ведь это совершенно не так. Согласны ли вы пройти в связи с состоянием алкогольного опьянения? Нет. Все этого достаточно. В связи с тем, что вы отказались от процедуры в связи с состоянием алкогольного опьянения, вы будете... Мы вам предложим пройти процедуру медицинского освидетельствования в состоянии опьянения специально в медицинском учреждении. Сейчас протокол направления на медицинское свидетельство напарник напишет, вас ознакомим с ним и примите решение проедете на медицинское свидетельство или нет. Вождение в нетрезвом виде, будь то на отдыхе или нет, карается по всей строгости закона. За пьяную езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. А вот если водитель никак не угомонится и его повторно остановит наряд ДПС, то к нему будет применена мера уже уголовного наказания. Здесь и штраф намного выше, и шанс попасть в места не столь отдаленные. Сообщить о нетрезвом водителе можно в дежурную часть госавтоинспекции по телефону в Абакане 35 46 05 или 02. Укажите марку, цвет и госномер подозрительного авто и наряд ДПС незамедлительно выйдет на проверку. Помните, что безопасными наши дороги мы можем сделать только вместе. Ну да, я видел, как он пьяным сел в машину. Я-то при чем? Понимаете, у нас это не принято жаловаться в полицию. И что, я должен выполнять их работу. То есть я должен звонить. Что, мне больше всего надо, что ли? Ты будешь таким же принципиальным, когда собьют твоего ребенка. Звони 020. Сообщи о пьяном водителе. Действуй. Предотврати трагедию. На сегодня это все. Пишите нам в Facebook и ВКонтакте. Задавайте умные вопросы, получайте умные ответы. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь на нас в Инстаграм. Соблюдайте правила дорожного движения и до встречи на дорогах. Субтитры делал DimaTorzok Будь заметен на дороге. Носи одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. www.bizdtp.ru Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один. Ииии! Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин